Всем почули, добро пожаловать на мой канал Парфюмерии. На моем канале мы говорим об ароматах, о моде, путешествиях, ну и о красивых вещах. Так что предлагаю вам подписаться на мой канал, чтобы не пропускать интересные и красивые обзоры на моем канале. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать эти обзоры. Ну и всегда рада, если вы поставите лайк. Еще больше рада, если вы оставляете комментарии. Давайте пообщаемся. Сегодня вообще не запланированное видео, и потому что пришлось снимать, не хотела, но решила все-таки распаковать. Да, сегодня видео у нас распаковка. Вот такая вот посылка мне пришла, и я брала этот аромат вслепую. Это очень редкий, снятый с производства аромат, продают его за бешеные деньги, ну и вообще его не найти. Брала также у девушки этот флакон. Длинная история этой посылки. И если вы смотрели мою видео-болталка про Черную пятницу, я говорила о том, что я немножко сейчас на тормозах поставила покупочки на тормоза. И тут я показываю распаковочку. Давайте посмотрим новую парфюмку. Ну просто потому, что я ее покупала в начале октября. И вот, да. Завтра у нас первое декабря, и эта посылка, ну точно месяц ко мне шла. Если вам интересно, расскажу чуть попозже. Туда-сюда она ходила по всей Европе, и наконец-то я ее сегодня забрала. Если вам интересна тема распаковок, посмотреть, что за аромат, и какие мои первые впечатления, слышала только восторженные отзывы. Как на меня повлияет этот аромат, понравится ли он мне так же. Сразу скажу, что эта парфюмерная линейка мне очень нравится. Все ароматы, так что и этот бестселлер, я надеюсь, понравится мне тоже. Сегодня видеораспаковочка, немножко болталочка, так что усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофе, что вы там пьете, расслабьтесь и получайте удовольствие. Ну и мой канал, или я, славимся болталками, предисловиями, и хочу вам показать, вообще это не запланировано, не должно было бы попасть в видео, но сегодня принесли вот такой прекрасный адвентский венок. И в воскресенье уже надо будет его зажигать, здесь такие вот свечки, их можно менять. И это все игрушки я покупала сама, то есть это как бы на заказ, не как бы, а действительно на заказ идет. И вот это самодельное, то есть все сделано с большой любовью. Вот эти все ленточки, вот это вот все, вот это вот я покупала сама отдельно. И то есть взяли мои игрушки и декорировали на, соответственно, вот этот вот эксклюзивный. Такого больше нигде нет, вы такое больше нигде не купите. Только в индивидуальном, потому что, смотря кто какие игрушки отдает, то такие венки и получают. У меня вот такая вот сборка на мой вкус. Обожаю каждый год. Ой, это тяжеленная такая штука. Но я думаю, что вы увидите на фотографиях чуть позже, когда уже будет гореть. Обязательно на каких-то рилсах, распаковках. Ну посмотрим, декабрь только начинается. Ну давайте перейдем к посылочке. Я не знаю, что там внутри. Она прошла очень длинный путь. Прошла через многие руки. И да, шла она долго. Я не знаю, есть ли смысл ставить тайм-коды. Если вам нравятся распаковки, то, наверное, вам мини-история. И я, это разные вещи. Ну, вам небольшая история, наверное, тоже будет интересно. Заказала я через какую-то там группу. То есть не я, а мне сказали. Вот там вот появился какой-то флакон по такой-то цене. И цена была классная. Но доставка очень подорожала. По сравнению с прошлым годом, то есть там с Италией, Испанией, Францией, посылки в частном виде, да и не в частном виде. Если вы заказываете сами этикетку, покупаете, стоит, блин, дофигище. Ну, и в прошлом году я также получала посылку из Франции, Испании. И тогда все нормально дошло. И тут что-то мы решили с моей подругой парфюмерной проэкспериментировать. И обратились в другую почтовую службу. Решили, что там на евро, на два дешевле. И выбрали Дейчелл. Ой, было сложно, было все проблематично. Шло это как-то и даже долго, даже больше недели шло. И там не дошло. Отправилось оно на пункт почтовый. И они там его не оставили, потому что там надо заполнить какую-то форму, формуляр, получить определенный номер. Короче, заморочки из бочки. Звонила в сервис, там мужчина мне просто как с тупой разговаривал, что вам нужно зайти туда, получить ваш регистрационный номер. И потом только с этим номером вы получите эту посылку. И вообще не замудрялись, не парились. Был телефонный номер, был имел указан, мой домашний адрес. Никто ничего мне не сообщил. Пришли, нету номера на адресе, унесли. Все, посылка пошла обратно за границу. Ну и пока она шла туда неделю, больше обратно неделю. Короче, заплатили, заплатила, зря. DHL спонсировала 25 евро. Самая минимальная доставка. И просто поддержала компанию, чтобы они покупали электроавтомобили, чем они очень гордятся. Ну и решили не экспериментировать, потому что в прошлом году с UPS все получилось. И отправили этой компанией. И все получилось. Все дошло довольно-таки быстро. Ну, наверное, неделю полностью дошло оно без проблем. И практически за те же деньги. Короче, никогда не пользуйтесь новыми методами, если ваш старый метод функционировал и получался. Знаете, поговорку, как любят программисты информатики говорить. Never change running system. Так что, если у вас все катит, если все функционирует, то нефиг подключать другие кабеля, нефиг устанавливать новые программы, экспериментировать. Это плохой-плохой знак. Вот тут мы так и сделали. Поэтому, ну там были паузы между получениями и посылками, потому что мне надо было пару дней, чтобы забрать эту посылку. Потом подруге надо было пойти забрать, отослать, опять распаковать, опять запаковать. И поэтому это все было спасибо огромное. Это она сама паковала. То есть парфюм был куплен у девушки. И она отправила сначала внутри страны, а потом подруга запаковала мне и отправила мне за границу. И поэтому упаковала все она. Очень все. Конечно, парфманьяки классно пакуют, потому что бесит, когда не допаковывают. И потом получается такая ерунда, что что-то там не доходит. Ну, естественно, нам все это приходит с других сайтов. И мы это используем дальше. Это для бутылок такая сетка. Ну, я, кстати, можно и не рвать. Такая колбаса. Ну, ты меня балуешь, балуешь, Тоня. Положила она мне еще какие-то сэмплики. Экс Ни Нило. Я не знаю. Этот парфюмку надо распаковывать. И это еще Вуменен Голд. Да, тестировала я, и уже давно это прошло. А здесь как-то потерлось. Но потом распакую, посмотрю. Вот такие вот сэмплики. Положила мне парфманьяк. О, а тут еще. Тут я все теряю. Молекула плюс Ирис. Да, она купила себе этот парфюм и балдеет от него. И я его не тестировала. Интересный Сентрик Молекула с нотой Ириса. Ирис она не любит, но вот молекулу Ирис она себе приобрела. Спасибо тебе огромное. Добрый человечек. Так мы намучились с этой посылкой, с ней туда-сюда. Что просто нам почта вымотала все нервы. Благо застраховано отслеживать все это можно было. И что же здесь догадались? Видно. Ой, я даже, наверное, не распакую. Посмотрите. Болтается. Сейчас будем смотреть. Она себе тоже приобретала остаток во флаконе и без ума. Хотя другие флаконы этого бренда она себе не приобрела. Мы говорим о моей подружке. И это у нас лаванда Трианон Мезон Ланком. Посмотрите. Больше не найти. То есть, по сути, как бы флакон обошелся недорого. Но за счет того, что пришлось два раза платить деньги, то есть, полфлакона, это точно была доставка туда-сюда-обратно. Шатался он. И здесь вот заклеено скотчем для подстраховки. Потому что я знаю, что вот эти таблички, они отпадают. И какая из них отпала, я не знаю, это или это. Одна нормально, а другая надо приклеить. И девушка, которая продавала, сказала, если хотите, я приклею. Если нет, то сами приклейте. Я решила, что лучше я сделаю это сама. Даже, может быть, специальный клей куплю. Ну, гонялась я. Гонялась больше года за этим ароматом. Вот столько остатков во флаконе продавали за 200 и больше евро. Я не была готова платить за это. Но, когда я увлеклась Мизон Ланком линейкой, этого аромата уже нигде не было. То есть, это уже давно снятый аромат. Я его, как говорится, как я говорила, не тестировала. Поэтому была задумка распаковать с вами и сделать первый тест, первый затест. У меня уже давно такая идея, что я делаю слепые затесты. Слепые от того, что я знаю бренд, знаю парфюм, но я не знаю пирамиду. Я просто тестирую. В принципе, такие затесты я делаю каждый раз в магазинах, в обзорах. Если хожу, тестирую, то у меня всегда такое слепое. Я никогда или стараюсь не смотреть пирамиду. Мне интересно самой разгадать, понять, правильно ли я слышу. И потом уже, когда я поносила достаточно парфюм, то я смотрю тогда пирамиду. Что же там положили и что-то я слышу, что-то не слышу. Как бы как квест угадываю. Здесь я знаю, что здесь лаванда сливочная, такая лактонный аромат. Офигенная лаванда. Лаванду я люблю. И посмотрим, насколько же он мне понравится. Где там этот пульверизатор? Кручу, кручу. Ну вот с пульверизатором такое ощущение, что это монгерлен. Но монгерлен, там ванилька герленовская вкусная и лаванда. Вот здесь у меня такое ощущение на первый нюх, что что-то есть такое лавандово-пудрово-смягченное. Я говорю, Тоня, посмотри, побрызгай, брызгает ли пульверизатор, проверь. Ну тут все понятно, бачкод, понятно, что это оригинал, без оригинальной упаковки, но это не тестерный флакон. Но ему прилично лет, не знаю, можно пробить, посмотреть. Да, очень мне напоминает монгерлен. Может быть более лавандовый, более терпкий, но надо сказать, что здесь лаванда очень натуральная, естественная, не переходящая в лаванду для отдушки, ванны, всякие от моли пакетики ванны. И, кстати, брала в Марселе пакетик лаванды из Прованса. В Прованс я не поехала, потому что надо было еще там 200 евро туда-обратно. Тур был с Марселя, и это очень дорого, чтобы там собрать пучочек этой лаванды. Я просто в Марселе, в порту купила магнитик такой классный. Я, наверное, потом сфотографирую, поставлю. Сейчас мне хочется выбираться, доставать его. Классный магнитик и мешочек лаванды. Тоже, наверное, вам покажу. Она, конечно, пахла, ну, на весь багаж. И она такая свежая была, еще очень такая напористая, офигенная. У меня есть лавандовые ароматы от Jomalone. Их лимитированная линейка была 3 лавандовых аромата 2020 года, а потом они включили в основную линейку. Там ароматы более сухие, более такие уходовые, более такие классические, как мы знаем, спрей для освежителя воздуха или мыло кусковое. Ну, такая насыщенная уходовая ванная лаванда, которая как бы, ну, нафига переплачивать, если все эти приколюльки. Там я купила пакетик лаванды с Прованс. Я не знаю, сколько, 2 евро, наверное. Ну, там мало, конечно, этого пакетика, но все равно. То есть, как бы, вот этот аромат или масла лавандовые, это не такой дорогой продукт. И когда ты покупаешь парфюм за несколько сотен евро, и он пахнет такой, как за 3 евро, то есть здесь разочарование. Здесь больше лаванда. Слышу какие-то такие силиконовые, пупсиковые ноты, как в Naxos, как в Xergi. То есть, видимо, это вот это именно лактонность идет. Да, чем дольше проходит время, тем слышу, что отличается. Монгерлен, он сладкий, яркий, также лавандово-ванильный. Но вот здесь вот вначале лаванда, потом она немножко уходит. Конечно, вот тут лактонность, ванильность в этом аромате, она очень смягчает лаванду. Она здесь именно такая, что ли, в женской обработке. Хотя это унисекс наверняка, аромат. Но если лаванду добавляют мужские ароматы, она обычно такая прям сухая, яркая, душная. А здесь, за счет всех этих нот, мне напоминает ДНК Xergi. Вот эту вот силиконовость, которого дают пупсики, аромат пупсиков, таких резиновых кукол. И это, скорее всего, мускус такой в Xergi. Становится более, как сказать, таким нейтральным, более спокойным. И вот эта вот яркость лаванды, душная такая немножко, она стихает. Но фоново вот эта лавандовая пудра очень красива. Аромат богатый, как я уже сказала, менее сладкий, чем Монгерлен. Монгерлен прямо вот сладючий аромат, такой лавандовый, женский, люксовый. Здесь все так утонченно, благородно. Конечно же, красиво. Лаванду я люблю, эту линейку я люблю. И тут ваниль, соответственно, я ее не боюсь. В ланкоме. Ожидала я, наверное, больше лактонности. Но, может быть, она проявится. У нас вообще нулевые, минусовые температуры стали. Земля замерзает, и вода, лужи замерзают. И даже сегодня солнышко было. Пока собиралась снимать обзор, уже все потемнело. И, может быть, в это время года он вот такой вот сухой, лавандовый, деревяшечный, с такой горчинкой, как будто кора дерева, что-то такое кедровое. Вот эта вот горечь древесная присутствует в этом аромате. Это неплохо, это придает какую-то такую форму, аромату. Небольшие какие-то углы, окантовочка. Но это все пудрово, мягко. Ирис дрожжей мне нравится. Там такой очень мягкий молочный ирис. Здесь пока такой лактонности я прям не слышу. Возможно, в базе он будет очень так молочным становиться, лактонить, еще более тише будет лавандой, будет он выпирать. Но поначалу, да, скорее всего, здесь вот эта вот пупсиковость, вот эта силиконовость, это такая же, как в ирис дрожжей. То есть там такая ваниль какая-то силиконовая, молочная, нежная. И вот этот ирис получается таким пудровым облачком. Вот здесь тоже выходит вот эта вот нежнятина. Вот это облачко, вот это суфле, зефирки. Вот здесь только они лавандовые. Ну, говорили, что прям он безумно нежный, безумно. Да, вот я чувствую, что вот это отпадывает. Фанерка, фанера вот эта вот, она двигается, это нет. А вот это вот по ощущениям как раз-таки она отходит. Но цена была приятная. Никто не знал, что надо будет два раза делать доставку. Тогда было бы еще дешевле. Сейчас почти, как и у нас продавали на сайтах, продавался аромат, моментально его разбирали. Если там кто-то ставит вот так вот во флаконе, 200 там, 200 с чем-то евро за считанные минуты он уходил. Моментально его расхапывали. Ну, мне этого, конечно, хватит. Приятный. Да, есть ДНК, схожесть с Ирис Драже. Только там Ирис, а здесь Лаванда. На старте есть схожесть с Монгерленом в парфюмерной воде. Именно я говорю о классической версии. Классный аромат. Рада, что его приобрела. Буду разнашивать. И мне кажется, я на него подтяду. Это как было с Ирис Драже. Сначала было, ну, так как бы окей. А потом я что-то его начала носить, носить, носить. И с него не слезала. Вот этот аромат просто какой-то тоже залипашка. Так о нем отзываются. Я думаю, что к нему потом притянешься. Это мои первые впечатления. Мой первый нюх за тест этого аромата. Ну, конечно же, то, что пишут. И в реальности это разные вещи. Надо всегда тестировать. И напоминает, конечно же, вот этот Ирис Драже. Он мне напоминает спектаклер от Булгари Аллегра. Вот там тоже Ирисовая молочная конфетка. Вот такой был обзор. Такая распаковочка. Если что-то у вас от этого бренда, может быть, этот аромат, как вы к нему относитесь, напишите. А может быть, вы уже тысяча лет за ним гоняетесь. Он выстреливал в течение полтора года. Наверное, раза три. Но цена была негуманная. И эта цена мне понравилась больше, с учетом, что здесь так прилично. Посмотрим. Буду носить. Рада, что такой бестселлер. Такой всеми любимый аромат. Еще с двумя табличками у меня появился в гардеробе. Надо будет какой-то красивый сделать, приклеить, чтобы вот этого вот всего не было. Не люблю. Не люблю, когда такое все поляпанное, поцарапанное, пользованное. Но нет никаких вариантов купить в запакованном виде. Наверное, если кто-то будет продавать в запакованном виде, совершенно новый, он, наверное, все будет 500 евро стоить запросто. И, наверное, еще и возьмут. Наверное, ожидала я чего-то другого, хотя знала, что лаванда. Но аромат оказался намного проще, намного знакомее. Не скажу, что я прям такого, ничего подобного не слушала. Но классный, классный зачетный аромат. Наконец-то его получила. Поставлю к остальным ланкомчикам. Всем спасибо за внимание. Увидимся в новых обзорах. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»